друзья шалом итак мы продолжаем откровения мы разобрали частично 6 стихов первой главы я продолжу и повторюсь без радикализма когда мы изучаем книгу откровения без радикализма некоторые вещи мы не до конца понимаем они размыты но цель наставить нас в вере а также пробудить наш внутренний человек и может быть какие-то вещи так и останутся немножко загадкой тайной непонятной но но на самом то деле цель чтобы в нас внутри нас возросла связь господом богом иоанн 7 общинам 4 стих благодать вам и мир от того который был и грядет и от семи духов странная штука семь духов что за такое семь духов как будто семь привидений там перед престолом господа бога вокруг ешуа вы знаете в еврейской традиции правильнее бы сказать не семь духов а один божий дух с семью различными характеристиками семью различными характеристиками которые по-разному обрабатываются или оговариваются в иудейской среде которые выражают власть и мощь и совершенство и вечность и базовость и царственность божьего царства божий дух он от господа бога один исходит но он по-разному проявляется в нас поэтому наверное более правильно читать ешуа от того который был и грядет и от божьего духа который семью разными путями достигает в нас совершенства такая вот поправочка и вы к ней отнеситесь как чувствуете ешуа верный свидетель это юридический статус и иоанн очень четко поддерживает и постоянно говорит он верный он верный он верный он верный он верный в те дни как и сегодня многие силы внешние силы пытаются ослабить влияние ешуа в наших жизнях и если они достигают успеха то люди часто теряют корабли крушение вере есть такое выражение в писании не дай бог нам потерпеть его 7 8 стих все грядет с облаками и узрит его всякое око и те которые пронзили его и возродают пред ним все племена земные ей амэн здесь идет парафраза с захарий вы помните откровение захарии и там сказано я и залью дух умиление на евреев на израиль и там в оригинале в синайдальном переводе сказано и возряд того которого пронзили в оригинале там сказано и будут смотреть на меня а узряд того которого пронзили то есть увидят что тот посланный ешуа как раз и есть настоящий ответ и тогда написано и будет рыдать вся земля еврейская пред ним восстанавливая подобно дежавю вещи вернуться назад чтобы покаяться перед господом богом чтобы обновиться этот день настанет именно про этот день сказано ибо весь израиль спасется когда пробуждение просто накроет израиль и изменит его вы знаете многие проповедники часто пророчивают в разных местах или говорят вот вашей земле будет пробуждение вашей 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 иногда она случается иногда нет писание обещают пробуждение эрцисраэль это случится в один день это очень важный момент также эта идея все грядет с облаками я есть альфа и омега начало и конец эта идея которая подчеркивается в пророке даниэля и даниэль тоже в своих видениях видел пророчески что вот идет сын человеческий там он впервые употребляет этот статус как восстановленный в ешуа статус человека водами униженный а в ешуа восстановленный как сказано в псалме 8 о человек о о господь что ты думаешь о сыне человеческом ты унизил его пред собой там в русском перед ангелами в иврите сказано лифней элогим и вот сейчас восстановил его и в ешуа как раз вот эта идея восстановления она особенным образом подчеркивается и вот здесь вот сказано что он идет с облаками небесными и когда говорится слово облака то в священных писаниях чаще всего подразумевается облако свидетелей не какие-то ураганы а облако людей свидетелей которые от начала предвкушали его явление и вот с ним идут чтобы удостоверить всю землю вот он вот он ответ на все вопросы в стихе восьмом есть альфа и омега начало и конец очень интересное высказывание может на иврите лучше было сказать олив это я не знаю как там вот было прямо но по всей видимости иоанн доводит эту мысль для более широкого читателя и поскольку грекоязычный читатель меньше воспринимает ивритский текст то ему и предложено здесь альфа и омега как раз первая последняя буква греческого алфавита в которой проешуа показано помните когда-то павел когда встретился с греческими философами сказал вот вы полагаете камень неведомому богу и вот здесь как бы мы видим как бы возвращение этой же самой идеи девятый стих я иоанн брат и соучастник в скорби в царстве в терпении и шума шеха был на острове называемый патмос за слово божие за свидетельство и шума шеха в некоторых текстах по-другому читается здесь считается был на патмосе за слово как бы в изгнании как в наказании а в некоторых других текстах читается ради слова божьего то есть он был как бы послан чтобы там благовествовать как это было на самом деле очень сложно понять вообще мы должны с определенной опасностью или опаской подходить к толкованию очень смелому некоторых текстов потому что то что было написано 2000 лет назад мы не всегда понимаем что там было сказано конечно это меньше актуально к этому тексту когда здесь своих проблем полно особенно из-за пророческих высказываний но особенно когда мы читаем послание апостола павла чаще всего послание павла и мы должны понять это письма ответы на запросы и мы не всегда знаем что там спрашивали и какой между ними был общий язык и вот здесь тоже не до конца понятно или он был на острове патмос как в изгнании в наказании за свидетельство еще машиха или он там был ради того чтобы свидетельствовать жителям патмоса об и еще миссии я был в духе в день господень в другом тексте написано в день воскресный и слышал позади себя громкий голос если мы читаем день воскресный или первый день недели одно значение по всей видимости все таки был день господень и днем глаз у господа писание всегда называют шаббат и мы читаем что еще в книге берешит бытие вторая глава написано сей день бог выделил из всех дней я светил один человек высказал такое мнение что каждый народ празднует выходной день чтобы отдохнуть от всей той недели а израиль празднует седьмой день чтобы отпраздновать божий день который символизирует окончание работы по сотворению небес и земли я здесь склоняюсь к тому что все-таки день господень здесь как раз день шаббат 11 стих то что ты видишь напиши в книгу и пошли общинам находящимся в азии в ефес смирну в пергам фиатиру и сардис филадельфию лаодикию и я обратился то есть иоанн обратился чтобы увидеть чей голос говорит со мной и обратившись увидел 7 золотых светильников когда я читаю такие слова 7 золотых светильников то чаще всего это можно просто подразумевать 7 источников света но может из-за того что я живу в израиле а может из-за того что книгу библия читаю сразу в голове возникает светильник храмовый 7 и посреди 7 светильников подобного сына человеческому облеченного в падир и по перстям поясанным золотым поясом голова его и волосы белые как белая волна как снег очи горят и ноги его подобны халкаливану раскаленной меди и голос его как шум вод многих подобные выражения мы встречали раньше в священных писаниях помните книги даниил когда три еврейских юноши были брошены по приказанию царя в печь и ходил посреди них там подобный сыну человеческому то есть был ли там в книге даниила ешуа не думаю думаю там был ангел потому что есть определенная последовательность в явлении каких-то сверхъестественных вещей людям в данном случае это явление ешуа своей прославленной природе возможно нечто подобное что видели пётр и иоанн и яков когда поднялись на гору и он преобразился или подобно как сын человеческий ешуа был посреди своих учеников после воскресения из мертвых только здесь обрамленной славой сверхъестественного сияния и понятно что у иоанна это все действует невероятным образом подобно как древние пророки языки или исая видели ангелов и падали на взмеч потому что не могли стоять напротив всей этой небесной славы но идея которую я хочу здесь подчеркнуть проста сын человеческий машиах абсолютно четко связан с семью свечами светильником минорой то есть это все идет в иудея библейском контексте это не нечто отдельное от израиля он здесь как кого на годоль как великий первосвященник как никто который имеет власть от господа бога объявить грядущее и это грядущее в данном случае объявляется семи общинам васи почему васи я уже говорил 16 стих он держал в десните свои семь звезд и из уст его выходил острый с обеих сторон меч и лицо его как солнце сияло в силе своей держал в десните свои семь звезд семь звезд в данном контексте по разному можно толковать мы там будущем увидим дракона с семью диодимами но в данном случае 7 как раз 7 этих общин про которые здесь и говорится и дальше мы увидим что так она истолковывается ангелом и из уст его выходил острый с обеих сторон меч данное тоже высказывание можно воспринимать аллегорически он посылает слово наставление слово божье это меч который в других местах назван разделяющий составы мозги наши внутренности чтобы довести до нас откровение чтобы пробудить нас к чему-то вот в данном случае мы видим об этом и 17 стих когда я увидел его то пал к ногам его как мертвый и он положил на меня свою правую руку и сказал не бойся я первый и последний опять повторение и опять то же самое мы видим что перед вот этой славой откровения мира грядущего которая в лице ешуа уже сегодня приходит чтобы пребывать с нами мы люди плоти кровь несущие на себе бремя тьмы сего века даже рожденные свыше когда мы встречаемся можно упасть ничего в этом плохого нету стих 19 и так напиши что ты видел что есть и что будет после сего таймона семи звезд которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников сия есть суть ангелы семи общин а семь светильников которые ты видел суть семь общин и так всем светильников это не только минора еврейская но это также и божьи общины то есть тот светильник который стоял в храме в иерусалиме который говорит о том что божий свет светит и мы должны стоять перед ним чтобы отражать его свет на других эта идея передается здесь кигелот общины их назначение не быть самодостаточными в своей среде сами для себя мы только для себя но передавать свет господень далее это основная идея здесь 20 стих тайна семи звезд которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников есть сия семь звезд суть ангелы семи церквей а семь светильников которые ты видел суть семь церквей толкование вот того что мы прочитали раньше опять таки простой во первых она связана с этой минорой которая излучает свет господень но это также актуально чтобы свет господень исходил из общин каждая община является частью вот этой божественной миноры и нам очень важно понять что бог светит на нас чтобы мы отражали его величие другим здесь мы видим также подчеркивается царская позиция или главенствующая позиция ешуа над всеми руководителями общин то есть нету царков в общинах некоторые себя ведут как царки это абсолютно запрещенная вещь потому что у нас есть только один учитель и один маших про это мы читаем матфея и пускай не будет у вас других так написано но вы знаете что еще он сам господин над всем итак первая глава подходит концу мы прочитали про тайну семи звезд мы увидели многократное утверждение ешуа является центром всего будьте с открытыми ушами будьте с открытыми сердцами слушайте то что вам хочет передать священное писание я на этом хочу закончить этот урок и мы продолжим разбор на следующей неделе пусть господь всех вас благословит шалом вам сиона шалом вам из общины шавей цион миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве ешуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.gazis defis media.tv миссия